В общем, мне кажется, я готова ехать на неделю моды. Ребята, всем привет! Завтра я улетаю в Милан, а потом в Париж на неделю моды. Я буду активно освещать это все в своем инстаграме, на ютубе. Мы едем с моей замечательной командой. Со мной едет мой оператор-монтажер Кирилл, фотограф Настя, наш пиар-директор вообще всего проекта Follow Me Too, еще одна Настя. Этим составом две недели, не покладая туфлей, не побоюсь этого слова, будем вам показывать то, что происходит на неделе моды. Я бы хотела объяснить, почему я, собственно говоря, езжу на неделю моды, освещаю это, как это вообще связано с моим проектом. Проект Follow Me Too знает во всем мире, и нас стали приглашать на какие-то показы, стали работать с какими-то брендами. Я очень внимательно отношусь, в чем я в кадре во время снимков Follow Me Too. Как-то это плавно перетекло в то, что я стала travel fashion блогером. И неделя моды – это то время, которое невозможно пропустить в рамках фэшн-индустрии. Во-первых, это информативно. Я буду рассказывать, показывать о последних трендах, о каких-то событиях. Во-вторых, это красиво. В-третьих, полезно. В-четвертых, я бы хотела немножко изменить эту индустрию. И показывать не только стрит-стайл. Это когда делают фотографии или показывают то, в чем ходят до показов модные блогеры. Я хочу показать бэкстейдж. Я хочу показать ту жизнь, которую никто не видит. Мы заходим в магазин, и мы видим только на вешалочках отпаренные красивые коллекции, которые мы покупаем или не покупаем, или которые обсуждаются в глянце. А я хочу показать то, как это происходит внутри. Мы будем встречаться с дизайнерами, мы будем на бэкстейже, мы будем подглядывать за супермоделями, мы будем сидеть на первых рядах показов. Еще очень большая причина, почему я туда периодически приезжаю, это возможность увидеться со своими друзьями, большими блогерами, за которыми вы следите, уверена, если вы смотрите этот влог. Которые также освещают эти недели моды, за которыми также следят миллионы, не побоюсь этого слова, подписчиков. Но приступим к делу. Первое, что нужно, помимо команды, помимо настроя и помимо цели, конечно же, самое главное, это собрать правильный гардероб. Завтра улетаем уже, чемоданы не собраны, сегодня весь вечер проведем в сборах. Я быстренько расскажу, конечно же, не о всех вещах, это невозможно, это так много. Но то, что я повезу с собой, что будет модно и что всегда актуально. Я часто сотрудничаю с разными не суперизвестными или суперизвестными локальными дизайнерами, поэтому для меня на неделю моды очень важно вывести русские бренды. Я беру с собой вот такой плащ. Он очень крутой, видите, он серый, длинный очень, длинный, практически в пол. И это суперходовая вещь. Его можно надеть и с худи, и с свитером, и с майкой, и с блузкой, и с юбкой, и с платьем. Грубо говоря, из пиры в мир, такая вот универсальная модель, но у меня еще здесь такой секретик. Платочки, можно платочки менять, это очень красиво. Бренд называется Simplify, мои подруги там у нас клаурит. Гениальный бренд, базовые вещи, элегантно и на все случаи жизни. Вот так он будет прохладно, я везу много плащей и курток. Вот еще один, очень яркий, очень тяжелый. Вот такой вот синий, очень модный цвет. И я решила в этот раз не брать какие-нибудь платья с полетки, которые тоже всегда актуальны. Да простят меня стилисты этого города. Это будут вечерние мероприятия, коктейль со звездами, съемка. Но я решила взять такое летнее платье. Видите, Газинская, любимая, которую я очень часто вожу на неделе моды. Вот у меня два варианта. Видите, она такая вот летящая, очень красивая, полоска очень модная, цвет очень модный. Но, скорее всего, я остановлюсь на вот этом. Не знаю, вам видно или нет. Вот эти вот полоски, они такие неоновые. И вот этот вот неоновый цвет в сочетании с вечерними аксессуарами, с вечерними украшениями будет играть на контрасте. Мне кажется, это будет очень круто. Вот так вот. Вот так вот. Да, актуально это пиджаки. Это пиджаки или плази пиджаки, что я тоже очень люблю. Такие базовые классические вещи. Их можно сочетать также с кроссовками, с каблуками, с сапогами. И я буду максимально играть на этой теме. Из базовых вещей, конечно, кожаная, любимая кожаная классическая пусто. Это не некий бренд, это саларам. Просто классическая, любая классическая пусто, которая также из первых вверх обязательно должна быть для пироги. Вот такие джипсы классические, тоже базово, под все подойдут. Саша Терехова, тоже такой пиджак-платье Саши Терехова. Универсальный бой. Отхватила в H&M классные такие вот грюки, бананы, широкие. Тоже очень люблю. И тоже H&M с каблуком. Крутая. Вот такая вот с такими рукавами, тоже можно будет много с чем сочетать. Такие красивые, небесного цвета. Диол, Никит Хиллз. Тоже под все подойдет абсолютно. Садрели красные. Смотрите, какой кучок, как будто он в чехольчик. Тоже очень базовый, красивый вещь. В бюро много сапог, сумок. Вот такая вот у меня есть сумка, тоже такая, по урокинской. Тоже под все подойдет. Вы помните, еще в том сезоне появились вот такие вот, как парседочки, которые можно на пояс. Вот, у меня идет пояс, вот такое вот. Ее можно на пояс, ее можно вот так вот. Я вчера вот видела, девчонки вот так вот вообще ее носят. Так вот через плечо. Как уходно. До сих пор еще актуальнее. Поэтому я тоже возьму. Такая вот у меня еще есть сумка. Городская, фурловская. Любимая, вместительная. Но ее тоже можно куда-то такой, знаете, как будто я в школу забралась. Это тоже очень интересно. В общем, мне кажется, я готова ехать на неделю моды. Боже, я переживаю. Ребята, следите, пожалуйста, комментируйте. Я буду рассказывать. В танце ухожу в Милан и в Париж. И надеюсь, вам понравится, потому что мы очень стараемся. Люблю Цою. Мы поехали. Я надеюсь, я записываю. Субтитры сделал DimaTorzok